Приветствую вас. В первую очередь мне хочется сказать вам о том, что у вас в принципе неверный подход к женщинам. То есть вы женщину воспринимаете как, вот собственно говоря, какой-то объект для победы. На самом деле женщина это не объект победы, это человек. И, соответственно, никакой победы в принципе быть не может. То есть если вы сейчас, например, её добились, если она сейчас с вами, вот, то это не означает, что она будет с вами дальше. Знаете, какая штука. Если вы её, если вы с ней, там, например, начали отношения, или если вы с ней спите, то это ещё не значит, что вы победили, что она всегда будет справа. Короче говоря, нельзя воспринимать отношения, да, вот так. Как это делаете вы? То есть нельзя воспринимать женщину как победу. Это первое. Второе. Второе. Значит, вы пишите моя. Это женщина, которая нравится вам моя. Она не ваша, хотя бы потому, что вы, она, находитесь в браке. То есть, так или иначе, так или иначе, она всё равно пока что со своим мужем, вы со своей женой и вы, в общем-то, не принадлежите друг другу в этом смысле. То есть, это опять же, опять же иллюзия, которую вы себе сами, к сожалению, создали. Вот. То есть, иллюзия, значит, того, что вам, ну, принадлежит. Это же, это женщина. Снимает, да? О чём идёт речь? Дальше. 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 Вы пишите, даже, а после того, как добился своего, нужно прекратить соблазнение. А вы меня опять же извините. Возможно, вам не понравится то, что я сейчас скажу, но, понимаете, какая штука, если вы, грубо говоря, грубо говоря, вот, значит, ну, соблазняли женщину, да? А потом, к примеру, сделать это в кристалле, вот, то это означает, что вы с ней были не самим собой, а были вы с ней, как кем-то другим. И стоит вам прекратить её соблазнять, к примеру, как вы говорите, она сразу же от вас начнёт скорее всего отдаляться. Потому что, ну, ей, она же с вами-то привыкла к тому, что вы её, значит, соблазняете, а вы это делать, соответственно, перестали. Естественно, что она будет на это реагировать очень-очень негативно. Вот. Этот момент необходимо учитывать. Этот момент необходимо учитывать, если вы собираетесь, там, что-то делать. Вообще, это необходимо учитывать. То, что я говорю. Дальше. Значит, про победу я сказал, да? Вы пишите, мы не живём с ней вместе, так как оба находимся в браке. Здесь, опять же, у меня к вам вопрос. Если вы, к примеру, видите, там, чувствуете, понимаете, что ваши отношения, ну, к примеру, с вашей женой, да, себя изжили, ну, вот, допустим. То, по какой причине вы продолжаете в этих отношениях, собственно говоря, быть? Вот. То есть, почему вы в этих отношениях продолжаете находиться? Вот. То есть, вам нужно бы со своей женой сприва родитесь, если так, грамотно судил, и уважительно, по отношению к человеку. Вот. Ну, вот, почему-то этого, этой победы нет. То есть, вы не хотите, это совершенно свое, да? Вот. А ваша женщина, о которой вы говорите, она тоже самая, как бы должна была бы по-хорошему разойтись со своим мужем. 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 Если, она с ним, ну, в отношениях, чтобы уже спокойно строить отношения с вами. Вот. Но она и этого не делает. Не сделала. Тоже. Так в чем смысл ваших отношений тогда? Если вы хотите, к примеру, друг друга использовать, да? То есть, если вы используете друг друга, то это никак не может быть победой. Потому что вы используете друг друга до тех пор, пока вам выгодно. Вот. То есть, вы будете вместе до тех пор, пока вам выгодно. Как только вы выгодно перестанет, сразу все. Ну, может быть, вы женщину к себе привяжете, конечно, увлажняя ее. Ну, это вопрос, опять же, такой, что может да, может нет, но самое главное, что гармоничных отношений там не будет. Понимаете? Какая ссора. И этот аспект необходима, в общем-то, также учитывать, на мой взгляд. Потому что это важная история. Далее. Мне иногда хочется пишите вы, когда не в выходные, не вижу я целый день, эротически ее касаться. А, ну, если вы хотите ее касаться, то логично будет, наверное, предположить, что вам желательно, желательно вывести ваши отношения на новый уровень. То есть, чтобы вы были вместе, например, все время. Чтобы вас ничего не разлучало, к примеру. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент. Вот. Далее. Вы пишите назад-назад. Такое противоречие. Ну, опять же. Я, если честно, не совсем понимаю, в чем противоречие. Женщина ваша, вы ее соблазнили, вы, в принципе, сами об этом сказали, что вы соблазнили ее. В чем сейчас, на данный момент, проблема ваша. То, что вы, к примеру, не можете ее видеть. Эм... Допустим. 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 Постоянно. Да? Ну. По-первых, зол. Да. Я с вами согласен. Согласен. Это, действительно, проблема. Эта проблема будет до тех пор, пока вы не решите вопрос со своими семьями, каждый из вас. Да. К сожалению, а может быть и к счастью, это так, это нормально. Я отдаю себе отсчет в том, что вы хотели бы, как вы говорите, ее касаться. Но для этого необходимо, еще раз повторю, освободиться полностью от предыдущих отношений, которые явно себя изжили, судя по тому, что вы описываете. Вот. Другое дело, другое дело, что вы, возможно, и не хотите вближаться с женщинами, ну, как бы это сказать, совсем. Вот. То есть вы не хотите серьезных отношений с ней строить. Возможно, вам хотелось бы отношений с ней все-таки таких, ну, скажем так, ну, немножко безответственных. Вот. Если можно так выразиться. Немножко безответственных. То есть вам хочется добрать от этой женщины, да, вам хочется добрать, значит, то, что вы не получаете от этой женщины, да, вам хочется добрать, значит, от своей жены, может быть. Вот. Еще раз повторяю, да, еще раз повторю, может быть. Я в этом не уверен. Я говорю о том только, что может быть, исходя из вот моих предположений сейчас. Вот. То есть тут вам уже необходимо определить тем, с чего же вы сами для себя хотите. Вот. И как какую роль в этом играет, что, собственно, ваше партнерство, которое сейчас вот, ну, которое вы сейчас в отношениях находитесь. Вот. Дальше. Противоречия. Ну, вы пишите, что у вас противоречия. А я бы хотел, чтобы вы раскрыли его. Это противоречие. То есть я бы хотел, чтобы вы описали, какое именно противоречие вы чувствуете, испытываете. В чем оно, это противоречие выражается конкретно. То есть лично я в виде противоречия сейчас на данный момент только в том, что вы пытаетесь усидеть, как бы, на двух стульях в некотором смысле слова. Вот. То есть вы хотите и с женой свои отношения сохранить. Вот. И хотите с другой женщиной отношения устроить. Причем вы так относитесь к себе и к женщине, что выстраиваете отношения с, ну, с ней или с ними, или с ней, как угодно. По книге. По книге. То есть вы используете книгу. Вот. Я вам совершенно точно могу сказать, что выстраивая отношения по книге, выстраивая отношения по книге, ничего хорошего вы не добьетесь. Вот. Это совершенно точно. Потому что в книгах, в данном случае в этой книге, женщина, женщина воспринимается, как вы видите, в качестве некоего такого объекта. Объекта. Победа. Это принципиально неверная позиция. Вот. Вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, поменьше книг я вам могу порекомендовать, поменьше книг я могу вам порекомендовать побольше интуиции своей пользоваться. Побольше естественности в поведении своём, то есть чтобы вот то, что вы делали, чтобы то, как вы себя проявляли, это всё-таки больше шло бы именно от души, а не по книге. Какое-то. Определите для себя, как вы относитесь к женщинам в целом, на мой взгляд это важно. И посмотрите, как у вас складывается семья, то есть по сути вы принижаете себя в тот момент, когда, значит, ну, вступаете в отношения с другой женщиной, да. То есть как бы, ну, вы могли там, условно говоря, изменить, вы могли там отступиться, но у вас это как бы на постоянной основе, да. Вот. То есть я не вижу, не вижу у вас, например, такого, что вот, что вы планируете, ну, завершить это. Это, да. То есть вы хотите продолжать. Вот. И вы не будете до конца свободны и счастливы до тех пор, именно пока не определите для себя, что же вам всё-таки нужно и кто вам всё-таки нужен. И сделать это по книге нельзя, только в работе с собой это можно получить. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.